В Спасо-Преображенском храме города Ейска Произошло большое событие – освящение новой иконы Божией Матери Азовская Икона – самый распространенный вид живописи Она украшает храмы и жилища из знатных и простых людей Образ Божией Матери, именуемый Азовская, был написан иконописом в городе Краснодаре Владимиром по фамилии Гук Он писал этот образ, опираясь на исторические факты То есть человек очень ответственный и он начал именно обращаться к истории В связи с тем, что история иконы очень сложная и ее первый образ утерян То он обратился именно к той иконе, которая сейчас находится в храме города Азова Ее почитают и казаки наши здесь кубанские, потому что икона называется Азовская И писалась несколько лет для того, чтобы именно оберегать края Азовские А здесь, следовательно, и находились казаки Этот образ иконы Божией Матери Азовская вспоминается в церковной традиции В церковном календаре 28 августа по старому стилю 10 сентября по новому Икона по благословению правящего епископа будет находиться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе И участвовать в молодежном православном фестивале Азов Православный каждый год Писать иконы разрешается только в соответствии с канонами церкви Однако и в их рамках талантливые мастера на Руси всегда могли выразить свое чувство К тому образу, который изображен на иконе Образов иконы Божией Матери Азовская есть множество исполнений, множество вариаций И именно тот образ, который написал Владимир, иконописец Это образ, который максимально отражает подлинность этой иконы Потому что он обращался именно к историческим фактам Именно узнавал с точки зрения иконописи Узнавал, кто был на ней изображен, как, когда и что было в основе первого образа Самыми любимыми у православных считаются иконы Божией Матери Царица Небесная удостоилась святого права молиться и предстательствовать перед Сыном за всех христиан Освящается иконой Семь Благодарю Пресвятого Духа Трапление Уфиса Священное во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Освятил икону правящей архиерей Ейской епархии епископ Ейский Тимошевский Герман Владыка был инициатором написания иконы Божией Матери Азовская Он благословил этот образ как символ молодежного фестиваля «Православный Азов», Который ежегодно проводится Ейской епархией совместно с районным управлением по делам молодежи Азовская икона Божией Матери – сакральный, почитаемый и очень интересный с историко-философской точки зрения образ Хотя у него еще нет четко выработанной и аргументированной богословской трактовки Но несколько поколений наших предков принимали Азовскую икону Каждая надпись на ней – указание на истинный путь России А все это было связано с событиями, которые происходили в конце 17-го, в начале 18-го века Вот что же мы видим на этой иконе? Вот посмотрите, в центре что? Богородица Но какая Богородица? Икон Богородичных очень много Это знамение Икона, которая так и называется, иконографическое знамение Но она не по пояс, как обычно всегда рисует икону Она в полный рост, она ростовая Кроме того, что за спиной? Это символ Российской империи, где орел был главный Конечно, это символ Российской империи Но не просто символ рисовали Тут вот интересно, там надпись, которая говорит Прочитайте Дана, быша, жене, два крыла, орла великого Слова из апакалипсиса Иоанна Богослова То есть, если здесь мы будем смотреть на эту икону Здесь множество надписей И каждая имеет свой смысл Если мы все это объединим вместе Образ Богородицы, образ Троицы, да? Этот образ называется София, премудрость Божья Азовская икона является своеобразным, живописным апофеозом побед Петра I Над турками в конце 17-го века Существует предание, что она была написана после явления Богородицы Во время осады Азова и ее заступничества за казаков Азовские походы нашли выражение в двух памятниках иконографии Прориси или гравюры и иконы Божией Матери Азовская Впервые она была напечатана в подмосковной типографии в селе Ахтырка Это личное имение князя Василия Васильевича Галицына В виде ритографии, то есть вот на гравюре, да? Вычеканена и потом отпечатывалась на листах Во времена Петра I все эти литографии были уничтожены Гравировал великий художник того времени, незаслуженно забытый Леонид Тарасевич, он столько... Вот мы сейчас историю государства российского, когда мы в лицах ее пытаемся понять Мы связываем это с этим человеком, потому что он оставил портреты Всех исторических и деятелей того времени В том числе и впервые еще не была написана икона А была сделана литография, то есть массовым тиражом была отпечатана Ну а времена Петра была уничтожена Первый образ, вот письма такого художественного был написан при патриархе Адриане Это последний русский патриарх перед синодальным периодом После него, вы знаете, патриаршества не было Святойший сенат Да Это последняя икона, которая была при патриархе Адриане написана И она была передана, конечно, в Азов Поскольку с этим событием была связана Икона Божией Матери Азовской является единственной и своеобразной композицией Отразившей наступивший после азовских походов недолгий мир В ней прямо указан смысл существования России Сдерживание зла, уменьшение его власти Эту миссию наша страна выполняла ранее Стремится выполнять ее и сегодня В этой иконе очень много образов Вы видите, здесь города внизу изображены Понятно, что Азов, да, который был взят И Кизикермен И не просто вот подписано, что это за города Еще также из священного писания даны какие-то пояснения Что это не просто вот историческое событие Это событие того, что происходит То есть мир так просто не бывает В наше время написание этого образа для нашего города И вообще для всей, не попоюсь этого слова, страны Оно очень важно, потому что те нападки, которые ведутся против нашего государства Они должны отбиваться, они должны побеждаться И как не Божья Матерь, кто другой сможет нам помочь Тем более она уже сама во многих случаях, во многих сражениях показывала о том Что она заступница, она наша помощница И к ней необходимо обращаться и просить о мире И не только для нашего государства, но и вообще о мире всего мира Каждая икона заключает в себе целый мир образов и идей И если мы хотим понять, кто мы и откуда То должны вжиться в этот мир Новая эпоха открывает иконы заново В них отражен реальный жизненный опыт Извечная мечта людей о мире и справедливости Раздумья о любви, жизни и смерти В православном символе веры мы исповедуем ту истину Что воплотившийся Сын Божий, Господь наш Иисус Христос Страдал на кресте и был погребен И что очень важно, это вот уточнение Для нас оно принципиально Воплотившись, как мы уже говорили прежде Сын Божий воспринял всю полноту человеческого естества И когда Он страдает на кресте То страдает не сверхчеловек Не чувствующий боли Не чувствующий страдания Страдает тот человек Который претерпевает всю полноту человеческих мучений Если эту полноту человеческих мучений Претерпевает Творец Вселенной Один от Святой Троицы Безропотно, безмолвно То тем паче Мы, ради которых страдает Сын Божий Должны столь же безропотно и безмолвно Учиться претерпевать все тяготы жизни Которые порой выпадают на нашу долю Вполне заслуженно И говоря о том, что Сын Божий Иисус Христос погребен Церковь свидетельствует о том, что Он умер Умер плотью, но не душой Душа спускается во ад И вот здесь происходит нечто Необъяснимое, но очень важное Нечто принципиальное для каждого православного христианина Господь своим присутствием Душой во аде Разрушает ад Разрушает узы адовы И выводит всех праведников Из преисподней В Царствие Небесное Как мы читаем в Пасхальную ночь В знаменитом слове Иоанна Сатауста Дьявол обманулся Он думал, что принял землю А на самом деле соприкоснулся с небом Христос своим страданием С Своею смертью С Своим схождением в ад Освобождает каждого, кто желает жить по Его заповедям Каждого, кто стремится претерпевать все тяготы и лишения Которые выпадают на нашу долю Если мы каждый раз, исповедуясь ему веры Будем об этом помнить То Господь даст нам силы Творить добрые дела Дела милосердия И никогда не унывать Когда сталкиваемся с жизненными скорбями 28 июля Православная Церковь Чтит память святого равноапостольного князя Владимира Просветителя и крестителя Руси Великий князь Владимир Сложная историческая личность С изменчивостью характера С порывами и падениями Господь избрал такого человека Чтобы сполна явить в нем чудо Которое творит с людьми Святая вера Это очень символическое событие Так как сегодня день Крещения Руси Воспоминания День памяти князя Владимира Это очень глубоко символично Так как через это мы ощущаем И пытаемся ощутить связь времен Чтобы та историческая память Которая Заложена в нас Она не угасла Она жила, действовала В каждом человеке отдельно И в обществе целом В Ейске в этот день Каждый желающий Мог принять таинство крещения В водах Азовского моря Традиционно мы проводим крещение В водах Таганрозского залива Чтобы окунуться И вспомнить И принять крещение Как это было В дни святого Равнопостального князя Владимира Посредством таинства крещения Мы избавляемся от греха Проклятия и смерти И соединяемся с Богом И можем уже сделать что-то достойное Для достижения Царствия Божия В таинстве крещения Мы становимся детьми Божьими Вместо того, как до крещения Мы были чадами гнева Божия Вследствие преступления заповеди Нашими прародителями в раю Среди крещаемых и совсем маленькие дети И люди с большим жизненным опытом И если задето крещение О принятии православной веры Принимают родители То взрослых к этому подталкивает сама жизнь В состоянии души Надо что-то менять в жизни У меня жена была крещеная Говорит, надо тебе креститься Ну и решили вместе А вот два месяца назад она умерла Поэтому мы и решили Ну сам процесс, обряд крещения Проходит раз в год всего лишь В Ейске, на побережье Таганрогского залива Вот и мы решили Именно здесь Принять христианскую веру И крестить нашу крестную Мы просто очень давно хотели Покрестить ребенка И все как-то не было времени Ну как говорится Все не делается, что не делается Все делается к лучшему Вот нас донесло до сегодняшнего дня Случайно нам сказала бабушка Обряд крещения в водах Азовского моря Могут пройти не только ячане Но и гости города Некоторые специально ждут этого дня И детей и взрослых Привлекает необычность обстановки Но само таинство Священнослужители проводят С соблюдением всех канонов Перед крещением По благословению Святейшего Петра Кирилла Проводится собеседование Другими словами Огласительные беседы С крестными С крещаемыми Если они в возрасте С родителями Для того, чтобы они знали То, что принимают на себя Какую ответственность Господь сказал в Евангелии Сегодня мы читали Апостолом Идите, научите Вся народы Крестя их Во имя Отца и Сына И Святаго Духа То есть сначала сказал Идите, научите А потом сказал Крестите Все символические Священодействия Этого обряда Имеют глубокое значение Таинство крещения Состоит из освящения Воды и Илея Помазывания им И последующего Самого главного Священодействия Троекратного погружения Крещаемого в воду Сегодня крестилось Одиннадцать человек Вода очень теплая Стоят Соответственно Этому времени К концу июля Жаркие дни Поэтому и детки Хорошо переносили крещение Это очень отрадно Очень радостно Крещение обновляет И восстанавливает Всего человека В его первозданной целостности Примеряет душу и тело Главное, что получает человек В таинстве крещения Молитвенную помощь Всей церкви Которая Особенно Необходима В наше время Агрессии И духовной Нестабильности Ее душевное состояние Полностью готово К тому, что Сегодня было Будем стараться Соблюдать Все каноны Которые нужны Да, Милаш? У меня крестик Море было теплое Мне все понравилось Впечатление Очень незабываемое По сравнению Как в церкви Здесь вот в море Даже маленькие детки Перенесли обряд крещения Спокойно Удивительно Но и самый горластый Из них Стих После погружения В ласковое Азовское море Теперь у каждого Крещеного Есть свой Ангел-хранитель Он неотступно Сопровождает Человека всю жизнь И даже после смерти Не покинет его Одно из самых Трагических событий Описанных в Евангелии Это предательство Христа Предательство Иудой Причем Это не просто предательство Каким образом Предал Иуда Христа Какой знак Подал он Он знак Подал поцелуем Поцелуем В те времена Означал Не просто приветствие Это и уважение В общем Как и у многих сейчас Даже в современном мире У многих народов Поцелуй Это не просто приветствие Это особая форма Выражения Какой-то Близости Любви к человеку И вот Именно этим поцелуем Иуда Предал Христа Он указал Ведь он же четко Сказал стражникам Кого я поцелую Того и берите Тут и есть Христос И эта тема Конечно Волновала художников В самое разное время Наверняка Одним из самых первых Ранних Произведений Итальянского возрождения Это произведение Знаменитая фреска Итальянского художника Джота Поцелуй Иоды Громадная фреска Многофигурная В ярких тонах Причем краски Сохранились До теперешнего времени Она очень яркая Эта картина Мы видим Не просто Констатацию факта А мы видим Уже напряженные лица Он вкладывает Человеческие эмоции Естественно Художники возрождения Очень тонко подошли К этому произведению Если мы посмотрим На произведение Художника Неаполитанской школы Джордана Луки Иуда Пристально сматривается В глаза Христа Он уже предал его Он уже понимает Что происходит Вот стражники Уже берут его Но он в лицо Всматривается И ищет Какого-то Оправдания Для себя А Христос Не смотрит на него Глаза У него отведены В сторону Рука Прижата к сердцу Иуда Не находит Ответа На свой вопрос Наверное Самым великим Произведением Этой эпохи Является Произведение Великого Итальянского Художника Микеланджело Мерези да Караванджо Здесь Очень Интересное Совмещение Темных тонов И просветленных Лиц И драматизм События Вот так же Как у Джордана Луки Смотрит Иуда И ищет Ответ Но Христос Не смотрит На него Это вот Особенности Итальянской школы Если кто-то Побывает в Риме В церкви Святой Лестницы То там Есть удивительная Скульптура Того же периода Скульптура Альбертина Джакаметти Две фигуры Две мраморные фигуры Христа и Иуды Да, мы видим Что это Иуда Да, вот он Склонился к Христу С поцелуем Вот у него в руках Эти злосчастные Кошелек С деньгами За которые он продал Христа И даже в скульптуре Хотя это намного Сложнее, нежели Чем в живописи Ведь нет глаз И тем не менее Мы видим Как раз таки вопрос Он уже совершил Предательство Но он не знает А как же ему быть дальше Великий фламандский Художник Антони Сван Дейк Создал весьма Красочную композицию Тоже многофигурная Но очень динамичная Такое впечатление Что это не просто Картина Это порыв ветра В этом порыве ветра Мы видим Все остальные фигуры Как бы остались На заднем плане Фигура Христа И фигура Иуды Но здесь Христос Смотрит на Иуду Это молчаливый диалог Диалог, который Наверное Каждый человек Который смотрит на картину Который может сам прочесть И понять Понять сцену Всего происходящего В конце 19 века Франко Английский художник Джеймс Тисо Создал серию акварелей Посвященных Библейским сюжетам В том числе И картина Поцелуй Иуды Это еще не картина Это акварель Это набросок Но в этом наброске Мы видим Тот же динамизм Всю силу И экспрессию Именно события Трагического Трагического И для сегодняшнего дня Потому что предательство Наверное Это очень страшно Для любого человека Когда его предают Самое интересное Что вот к этому сюжету Прибегли Художники Современные Они пытаются найти Внутреннее содержание Этого сюжета И вот хотелось бы поговорить Наверное О художниках наших Отечественных Но в первую очередь Это знаменитая работа Ильи Глазунова Поцелуй Иуды Две фигуры Христос и Иуда Нету никаких других И это действительно диалог Который Нужно уметь прочитать Нужно понять Человека Который совершил Предательство И что у него Происходит в душе И человека Которого предают Очень интересная работа Андрея Николаевича Миронова Тоже современного Художника нашего В стиле Современного реализма Она впитала в себя Все академические приемы Всех художников Которые были до него Здесь нету Никаких-то Современных подходов Ни техник Ни манер Это действительно Современный реализм Когда мы смотрим На эту картину Она многофигурная Тоже композиция Но мы видим Не историческое событие Мы видим событие Которое происходит В наши дни То же, что и может произойти Со всеми нами Очень интересные работы Валерия Семенихина Здесь тоже Всего два лика Вернее, один лик Христа И срезанное Обрезанное Лицо Иуды Оно даже Прописано В какие-то Полоборота То есть Мы не видим Всего лица Но мы опять-таки Видим этот ужасный диалог Диалог предательства Интересная работа Сергея Сарумяна Вот он впитал в себя Все творчество Наверное Национальной армянской школы Вот когда смотришь На его работу Поцелуй Иуды Сразу представляешь Работу великого армянского Художника Сарьяна Такие же большие пятна Цветные пятна То есть Как-то вот выделяется Именно большими пятнами И это особый Такой подход Наверное Самая интересная Современная работа И современных художников Это картина Протоирея Владислава Провоторова Написанная В 1984 году Действительно Интересная работа Потому что Это совсем не икона Это картина Когда смотришь На эту картину Понимаешь Что здесь Собраны Самые различные Стили живописи Если мы посмотрим На гротескную фигуру Иуды Которая Выписана В каком-то Нечеловеческом Изломе То есть Человек так не может Находиться В такой позе Но именно в такой позе Изобразил Отец Владислав Иуду И когда смотришь На эту фигуру То ведь Сразу узнаешь Какие-то знакомые Очертания Свойственные Немецкой школе Арбрехту Дюреру И опять-таки Гримаса Иуды Она напоминает нам Картины Иеронима Босха Здесь собрано все Поэтому Наверное Это очень интересная работа Хотя Выписана В однотонных Темно-сиреневых Тонах И вот Когда мы говорим Об Иуде Самое интересное Ведь остается За кадрами Этих картин Что именно Что случилось С Иудой Этот сюжет Он тоже волновал Художников Если говорить О наших Отечественных художниках Тут вот Нужно вспомнить Картину Николая Ге Которая называется Двумя словами Совесть Иуда Здесь мы даже Не видим лица Какая-то дорожка По которой идет Человеческая тень Но такое отчаяние В этой тени Что мы понимаем Что это человек Который совершил предательство И не знает Как еще Может дальше быть Как быть Как жить дальше Другая Наверное Страшная работа Алексея Мазура Которая называется Иуда Здесь Показано лицо В гримасе С протянутыми руками Но оно настолько Ужасное Что Когда смотришь на него Вот Даже впечатление От этой картины Как бы отталкивающее Вот неприятно смотреть Это действительно Вот Иуда Вот это и есть Лик предательства Наверное Самая интересная Картина Геля Коржова Иуда Здесь нет вообще лица Мы видим дерево И часть туловища Человека Который вот висит На этом дереве То есть Понятно Что это повешенный человек С ударами сведены Ноги Внизу лежит кошелек С рассыпанными Монетами Ценой предательства Вот наверное Ужас том и заключается Даже не видя Самого Иуда Не видя Изображение его лица Мы понимаем Что же случилось Чем может закончиться Предательство Наверное Это урок Который мы должны Все вынести И наверное Художники Не раз будут Пытаться Разрешить Эту Психологическую Проблему А как же жить дальше Ну наверное Это урок Для всех нас Мы должны Прекрасно понимать Что предательство Это та вещь Которая никогда Не проститься Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok